МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске вы увидите. В Нинецком округе поддержку сельского хозяйства закрепят отдельным законом. Соответствующий законопроект был принят на очередном заседании администрации региона под председательством губернатора Нинецкого округа Александра Цибульского. Выйти на межрегиональный рынок. Акционерное общество мясопродукты расширяет свои возможности. Когда полуфабрикаты из мяса оленя смогут купить и за пределами Нинецкого округа? Какие возможности есть у представителей бизнеса Нинецкого округа за пределами России? В Заполярной столице прошел семинар, организованный региональным центром поддержки экспорта. О том, насколько реализован региональный проект формирования комфортной городской среды за 2019 год, говорили сегодня на заседании межведомственной комиссии. Общий объем доходов окружного бюджета на текущий год увеличится на 1 миллиард рублей и составит 22,3 миллиарда. Общий объем расходов уменьшится на 392 миллиона и составит порядка 24 миллиардов рублей. Проект закона по внесению изменений в бюджет 2019 года был рассмотрен и одобрен администрацией округа на минувшем заседании. Как следует из доклада заместителя руководителя Департамента экономики и финансов Нинецкого округа Сергея Михайлова, увеличение доходов произошло за счет налоговых и неналоговых доходов. Увеличение доходов от налога на прибыль организаций в сумме 273 миллиона 581,5 тысяч рублей. Увеличение доходов в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту Хаягинское месторождение в сумме 828 миллионов 45,5 тысяч рублей. И увеличение доходов от денежных взысканий штрафов и иных сумм, возмещение ущерба в 19-м году в сумме 16 миллионов 548 и 2 тысяч рублей. Изменения по расходам главных распорядителей бюджетных средств позволят увеличить осигнование на ряд таких направлений, как достижение целевых показателей по уровню зарплаты отдельных категорий работников госучреждений, поддержка предпринимательства, субсидии на возмещение недополученных доходов и части затрат. Также расходы будут направлены на компенсационные выплаты многодетным семьям для индивидуального строительства, выплату ко дню пожилого человека и другие направления. Проект закона о внесении изменений в бюджет 2019 будет направлен на рассмотрение окружного собрания депутатов. Поддержку сельского хозяйства в регионе закрепят законом. Соответствующий законопроект на очередном заседании администрации округа представил руководитель Департамента природных ресурсов и экологии ПК Неницкого округа Альберт Чабдаров. В настоящее время господдержка в сфере развития сельского хозяйства осуществляется в рамках окружной госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозхозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Исключением является господдержка оленеводства, которая закреплена отдельным окружным законом. В отсутствии закрепленных направлений и форм государственной поддержки не может быть гарантирована стабильность условий развития нашего сельскохозяйства, сельско-сельхозтоваропроизводителей. Законопроектом определены цели и субъекты государственной поддержки, основные меры направления государственной поддержки и сельского хозяйства. К мерам поддержки мы собираемся относить предоставление бюджетных средств, субсидий, предоставление налоговых льгот обеспечения квалификационной и кадровой поддержки, консультационные услуги. В точке зрения направлений подчеркнуты и оленеводство, и животноводство, и товарная аквакультура. Отдельный приоритет сделан растениеводству, которое требует дополнительной поддержки и развития. По словам Альберта Чабдарова, для эффективного развития аграрного сектора необходимо стабильное финансирование, которое должно быть гарантировано путем законодательного закрепления направлений и форм господдержки в сфере развития сельского хозяйства, на что и направлен данный законопроект. Он позволит снизить административные барьеры и повысить оперативность разработки и принятия нормативных правовых актов. Акционерное общество мясопродукты расширяет свои возможности. Сейчас предприятие работает над созданием собственных торговых точек за пределами Ненецкого округа. В первую очередь речь идет об открытии магазинов в тех регионах, с которыми округа налажено регулярное авиационное сообщение. Наша съемочная группа побывала на производстве, проследив путь изготовления продукции от мяса оленя до готовой колбасы. Подробности в материале Ольги Руссу. Путь от оленины к колбасе, продукция мясокомбината на 60% состоит именно из этого сырья. Остальные 40% говядина и свинина начинаются в этом цехе. Это сырьевое отделение колбасного цеха. Процесс начинается с дефростации сырья. Вот это отделение, дефростер, где сырье, поскольку мы работаем на замороженном сырье, его необходимо для дальнейшей переработки, чтобы оно оттаяло. Здесь в паровоздушной среде в течение 8 часов оттаивает на подвесных путях оленина или говядина и свинина. Дальше сырье отправляется на стол к обвальщикам и жиловщицам. Мясо срезают с кости, а затем сортируют по категориям для дальнейшей переработки накопчености полуфабрикаты. А это машинное отделение колбасного цеха. Здесь, согласно технологии, готовят колбасы разных сортов на любой вкус. Нельзя сделать колбасу из одного мяса. Вот если взять и одно мясо просто наполнить оболочку, вот 100% мяса и сварить, то это будет рыхлая серая масса. Не делают. С момента изобретения колбасы, я не знаю, сколько, 300 лет назад были, или может быть, раньше изобретены даже колбасы. Вот. С самого момента их изготовления там обязательно добавляются пищевые различные ингредиенты, которые разрешены. По словам технологов предприятия, все добавки, разрешенные при производстве продукции, на мясокомбинате используют весьма ограниченно. А некоторые исключают вовсе, как, например, глютамат натрия. В тех количествах, которые добавляется нитрит натрия, он абсолютно безвреден для организма. Добавляется в небольших количествах фосфаты. Это то, что пищевое. Они необходимы для того, чтобы, допустим, вареные колбасы не стали рыхлыми, потому что при изготовлении вареных колбас обязательно добавляется вода, чтобы колбаса была сочная, а не сухая. Вот. И эту сочность именно обеспечивает добавление фосфатов. Вот. Ну, все пищевые добавки, они регламентированы к использованию. Еще об одной добавке, которая будоражит потребителей мясной продукции – соевом белке. Технологи утверждают, ее используют со времен СССР. Ограничена и не во всех сортах колбасы. Именно очищенный соевый белок, он используется в небольших количествах, точно по рецептуре. Взамен 1-3% мяса добавляется. Ну, на 100 килограмм добавляется 1-3, в некоторых колбасах там 4% или 5. Именно в тех колбасах, где он предусмотрен рецептурой. Побывав на производстве, нельзя было не узнать секрет любимых всеми детьми региона сосисок «Нудяка». Кстати, они являются собственной разработкой мясокомбината, как и еще 40 различных наименований продукции. Сосиски «Нудяка», которые раньше назывались «Малютка», состав тоже самый. Вот. Там нет суевого белка. Вот. Мясо, значит, оленина, свинина и, ну, в небольшом количестве специи. Вот. И еще там мука добавляется. Ну, в колбасах вообще, вареные колбасы даже в Госсовске есть по рецепту, там 1-2 килограмма муки, допустим, в некоторых добавляется. И вот туда добавляется мука. И все. Акционерное общество планирует завоевать потребителя в Архангельские области. В планах открытие фирменных магазинов в Санкт-Петербурге, Кирове и Челябинске. Здесь, на месте в городе, мы еще открываем один магазин. Буквально на днях мы его откроем. Второе. В Санкт-Петербурге совместно с другими регионами Северо-Западного федерального округа открываем торговый дом, где будет представлен наш салон. Сбыт продукции за пределы Ненецкого округа не создаст дефицита на местном рынке. Напротив, приведет к потребности наращивать поголовье оленей в хозяйствах округа. Здесь у нас для того, чтобы увеличить объем товарного производства, есть внутренние проблемы. Эти внутренние технического характера. Они решаются нормально. Отделение дефлостерное мы сможем уплотнить. И если у нас это все позволяло принимать и обрабатывать сутки до 5 тонн, то мы его должны нарасти до 7 тонн. В этом тоже необходимость есть. Для того, чтобы мы смогли увеличить объем товарного производства на следующий год на 25-30%. А к этому идти надо. До конца этого года мясопродукты откроют еще одну торговую точку в Нарьинмаре. Она будет расположена в новом микрорайоне авиаторов. Сейчас ведется подготовка помещений для открытия фирменного магазина. Студентов-медиков и ординаторов поддержат из средств окружного бюджета. Более 12 миллионов рублей направлено на дополнительную поддержку этой категории граждан. С 1 января 2019 года в Ненецком автономном округе начали действовать дополнительные меры социальной поддержки студентов и ординаторов медицинских высших образовательных организаций. Соответствующий закон, инициированный губернатором Ненецкого округа Александром Цибульским, был принят в конце 2018 года. С начала 2019 года на дополнительные меры поддержки студентов и ординаторов из окружного бюджета уже направлено более 12 миллионов рублей. Речь идет о стипендии, компенсации стоимости аренды жилья за пределами округа и поездка к месту учебы обратно, а также к месту практики. Так, обучающиеся на «отлично» могут рассчитывать на ежемесячную стипендию в размере 5000 рублей. Тем, кто учится на «хорошо» и «отлично» и «хорошо», полагается стипендия в 3000 рублей. Кроме того, из бюджета округа компенсируется аренда жилья за пределами региона, но не более 10 тысяч рублей и проезд к месту учебы обратно раз в два года, а также ежегодно к месту прохождения производственной практики обратно, но не более 20 тысяч рублей. По информации профильного департамента, такими мерами поддержки сегодня пользуются пять отличников и девять человек, учащихся на «хорошо». Им выплачена стипендия на общую сумму 5,7 миллионов рублей. Более пяти миллионов направлено на компенсацию части стоимости аренды жилья в Санкт-Петербурге, Архангельске и Сыктывкаре. Такой мерой поддержки воспользовались 13 человек. Компенсация стоимости проезда к месту учебы обратно, а также к месту прохождения производственной практики выплачена 11 студентам. На эти цели из бюджета округа направлено 1,3 миллиона рублей. Как выйти на новые международные рынки и где искать зарубежных заказчиков? Об этом представители бизнеса, ведущие свою деятельность на территории Ненецкого округа, узнали сегодня на семинаре, организованном региональным центром поддержки экспорта. О том, как искать и грамотно выстраивать работы с иностранными заказчиками и торговыми партнерами, как использовать современные каналы продаж для продвижения товара за рубежом, рассказывает приглашенный эксперт, исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин. По его словам, экспорт интересен не только для крупных компаний. Точно так же хорошие шансы есть и у малого бизнеса, и у среднего бизнеса, и даже у микробизнеса. Это и производители, вот если мы говорим про НАУ, например, то это и производители, кто заняты в сфере народно-художественных промыслов. Просто здесь немножко другие каналы продаж. Для этих ребят тоже очень хорошо работают. Это и современные каналы, такие как Инстаграм, различные электронные торговые площадки eBay, Amazon. Раньше с этим таких возможностей не было. Сейчас это появляется, и предприниматели, производители могут выставлять там свою продукцию и находить себе иностранных покупателей. Это с одной стороны. С другой стороны, даже небольшие компании, например, кто занимается, кто работает в сфере туризма, тоже видим хороший потенциал для компании, например, из Наринмара, потому что экологический туризм очень интересный. Один из участников сегодняшнего семинара – предприниматель из Устькары Павел Белорусов. Молодой человек открыл в родном поселке Бизнес. Осуществляет вылов, переработку и последующую реализацию рыбы за пределами округа. В планах выйти на международный рынок. Пока реализуем по российским рынкам, по регионам, по нескольким регионам мы уже работаем, уже есть контакты. И, в общем-то, было бы интересно поработать с экспортом. Какую страну хотели бы покорить? Ну, конечно же, в первую очередь, это наши коллеги Норвегия, Финляндия, вот что-то через Санкт-Петербург, там, где попроще, там, где есть связи, можно попробовать пока там, посмотреть, как она там будет востребована. Конечно, у них там конкурс очень большой, у них там и своя продукция морская есть, и всё. Но, может быть, им наша рыба понравится больше. В завершение семинара каждый участник получил ответы на вопросы, связанные с организацией экспортных поставок. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Член Совета Федерации, Федерального собрания Римма Галушина и депутат Государственной думы от Ненецкого округа Сергей Коткин провели личный прием граждан. Встреча состоялась в окружной столице накануне. Подводя итоги личного приема граждан, Римма Галушина отметила, что отдельным блоком обращений можно выделить тему защиты прав школьников и студентов из числа детей-сирот. В частности, важной проблемой на сегодняшний день является то, что студентам-сиротам получающим специальность в региональных СПО не компенсируется оплата за обучение на коммерческой основе. При этом осенью текущего года в округе в силу вступил закон, согласно которому затраты на платное обучение компенсируют детям-инвалидам за счет окружного бюджета. Считаю, что подобную норму необходимо установить и для детей-сирот, отметила Римма Федоровна. В рамках региональной недели личный прием граждан провел и депутат Государственной думы от Ненецкого округа Сергей Коткин. По словам парламентария, традиционно большая часть обращений жителей региона касается ветхого и аварийного жилья и сроков переселения. На эту проблему приходится порядка 70% обращений. Приходят с фотографиями, показывают, в каких условиях живут семьи, семьями с детьми. Эта проблема известна, мы ее знаем. Я знаю, что исполнительная законодательная власть в приоритете находится решение этой проблемы. И как только появляются в окружном бюджете дополнительные денежки, они сразу направляются на строительство жилья, для того, чтобы мы вот эту категорию высвобождали. Вторая по популярности тема для обращений граждан здравоохранения. На заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» были подведены итоги за 2019 год. В Нинецком округе с привлечением федеральных средств в текущем году благоустроены шесть объектов. Это две территории в городе, одна из них находится на пересечении улиц Нинецка и Смедовича, вторая – спортивная площадка в Рождественском переулке. Также в поселке Искателей в районе домов номер один и номер два по улице Геологов завершено благоустройство пешеходной зоны. Кроме того, на озерные улицы состоялось открытие детской площадки. В поселке Красное была обустроена зона отдыха. В Канинском сельсовете установлен арт-объект «Я люблю НЕСЬ» и благоустроена территория вокруг него. Мы понимаем, что программу мы сейчас уже завершили по 2019 году и у нас исполнение процентов достаточно высокие, это 99,98, практически стопроцентное. Только по экономии торгов остались небольшие средства, которые, понятно, что муниципальное образование приложили все усилия для того, чтобы экономии по новой выходить торговать, добавлять свои средства, добавляли также окружные. Поэтому всем огромное спасибо за то, что с программой в этом году справились на высоком уровне. Добавлю, до 1 марта 2020 года в Ненецком округе состоится рейтинговое голосование жителей региона за первоочередные для благоустройства территории. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин